Господи, куда катится страна? Безграмотные матросы выполняют функции полицейских, а профессионалы полицейские сидят в тюрьмах. Бред. Впрочем, отчего бред? Как раз сие и есть закономерный результат происшедшего. Бред проявился полтора года назад, когда ни с того ни с сего неожиданно для всех в марте 17-го, сразу после прихода к власти, временное правительство арестовало практически весь цвет российской разведки и контрразведки. Когда политические проститутки, скинувшие царя, испугались, что на свет Божий всплывут довольно любопытные материалы, связанные с коррупцией в военной сфере, в которой практически все они были замешаны. Правильно говорят, кому война, кому мать родна. В этом абзаце ответ на то, почему так легко в октябре 1917-го большевики взяли власть в России, а им никто не мешал, некому было. Временное правительство в марте 1917-го арестовало практически весь цвет российской разведки и контрразведки. Примечание автора темы. Хотя нет, зачем себе врать? Бред начался значительно раньше, со смертью его императорского величества Александра II, который словно кость в горле стоял у всех своих родственников из-за желания сделать плебейку, княгиню Юрьевскую, императрице. Недаром, ох, недаром тогда по Петербургу так долго бродили слухи о причастности царской семьи к его кончине. Белый силой стиснул зубы. А может, еще раньше? 6 декабря 1876-го года, когда террористка Вера Засулич выстрелила в Трепова, не только градоначальника, но и отца семейства, то есть в человека, и ее оправдали, отпустили. Покушение на самое святое, на жизнь, оказалось непреступленным деянием. Может, действительно отсюда начало всех бед, и его личных в том числе. Неужели вы действительно верите в то, что на эти деньги купят хлеб? Спросил полковник Белый. Лично я уверен в обратном. В том, что на них никто и ничего не купит. Ни сегодня и ни завтра. Не тот человек, господин Губельман, чтобы деньги пускать на ветер. Для него хлеб отданный, а не проданный голодающим. И есть тот ветер. А Губельман их и не получит, убежденно прогудел чекист-матрос Доронин. Банки-то национализированы, так что деньги теперь народные, общие. Общих денег, гражданин-матрос, не бывает. Деньги – такая субстанция, у которой непременно должен быть хозяин, распорядитель, иначе они не выполняют свою функцию. Матрос поморщился, еще один умник. Мало того, что Озеровский бросается такими непонятными словами, что после голова раскалывается, так теперь и этот принялся издеваться. Белый заметил реакцию собеседника, однако решил его не жалеть. Запомните, гражданин-чекист, финансами, как непременное условие, кто-то должен распоряжаться. Один человек, несколько, без разницы. Но у этих лиц обязательно должны быть фамилия, имя и должность, и, естественно, ответственность. Кому давать, сколько, под какой процент. И вот тут мы с вами снова выходим на фигуру товарища Губельмана. Слово «товарища» полковник специально выделил интонации. Человека с опытом банкира. Или у вас имеются в наличии другие подготовленные специалисты из числа солдат, крестьян, матросов, получивших соответствующее образование и опыт. А может, они этот опыт получили на фронте, в поле, на корабле. Вот то-то и оно. А господину Губельману сейчас только и нужно, чтобы вернуть ворованные миллионы. Прокрутить их, пользуясь вашей, мягко говоря, безграмотностью, после чего снова перевести их, только уже с процентами в Швейцарию или Британию. Но только на этот раз на свои личные счета. А потом, а потом товарищ Губельман пошлет всех вас к ядреней матери и уедет утренним поездом за границу. Поверьте, с такими деньжищами он там не пропадет. Из книги «Вкус пепла» автор Станислав Рэм. Что-то мне все это напоминает. Описываемые события происходили в те дни, когда убили председателя Петроградской ЧК Моисея Соломоновича Урицкого 30 августа 1918 года. В книге очень подробно описано, как это происходило и какие сложности возникли сразу же в расследовании этого дела. Убил Моисея Соломоновича студент Леонид Иокаимович Каньягисер, сын Иокаима Самуиловича Каньягисера и Розы Львовны Сакер. В книге выдвигается версия, что инициатором этого убийства был Григорий Евсеевич Зиновьев в скобках Апфельбаум. При как бы странном стечении обстоятельств в этот же день 30 августа 1918 года, когда убили Урицкого, было совершено покушение и на Ленина. Стреляла в Ленина Фанни Ефимовна Каплан, урожденная Фейга Хаимовна Ройтблат. 2 сентября 1918 года Яковом Свердловым, его отец Михаил Израилевич Свердлов, мать Елизавета Соломоновна Свердлова, в обращении в ЦИК был объявлен красный террор. В первые дня, в первые два дня после убийства Моисея Соломоновича Урицкого, было расстреляно 512 человек. Общее количество жертв красного террора в Петрограде к октябрю 1918 достигло почти 800 человек расстрелянных и 6229 арестованы. До убийства Урицкого по Питеру и губернии кровь не текла рекой Разливанной не имелось к тому повода. Ради революционного дела некие люди в жертву принесли тех, кто занимал высокие посты во власти для того, чтобы нашлась причина развязать руки и устроить террор. Задуманное было осуществлено. Создалось такое впечатление, что февральская и октябрьская революции 1917 были далеко не первыми революциями на Руси и в России, которые сподвигли, возглавили или прибрали власть к своим рукам Самуиловичи, Арановичи и Абрамовичи. Мы с вами недавно только были свидетелями еще одной революции в СССР в 1985 году, когда плодами перестройки воспользовались и стали самыми богатыми в России людьми, никто иные, как те же самые красноречивые отчества и фамилии. Но об этом не принято говорить и писать в СМИ, наверное, потому, что СМИ в основном и принадлежат этим же самым революционарам. Интересно, что после любой революции представители революционных отчеств и фамилий продолжают мутить воду, не прерываясь на обед. Они всегда всем недовольны, и их не устраивает любая структура власти, какая бы она ни была в России. Языческая, феодальная, христианская, имперская, социалистическая, капиталистическая, их не устраивает никакая. Такое впечатление, что в мутной воде им рыбку ловить сподручнее, вот они ее и мутят постоянно. Это их революционная норма жизни, и даже если Господь Бог придет к власти, они его распнут. Или что-то подобное уже было. Я, ребята, совершенно не предвзято. Одни голые факты из многих, в том числе и художественных книг, написанных далеко не глупыми людьми, из истории страны, Википедии, а также из современных наблюдений за происходящим, в том числе и в интернете. Кому больше всего не имется, по любому поводу и при любой власти. И напоследок из второй книги «Свет венца» прямого продолжения книги «Вкус пепла» Станислава Рэма. «Люба мне буква К, вокруг нее сияет бисер, пусть вечно светит свет венца бойцам Каплан и Каннегисер». Буква К Константин Бальмонт Ссылка на это стихотворение прилагается. На этом всего хорошего. Будьте бдительны и ничего не забывайте. Канал Веб-Рассказ. До свидания. Продолжение следует...